Тележурнал Благосфера Тележурнал Благосфера Тележурнал Благосфера С 1 июня запрещено курение в общественных местах. Антитабачный закон был принят Госдумой в третьем чтении и подписан президентом. Но как приняла его Благосфера? Правительство России приняло антитабачную концепцию. И сейчас мы начинаем ее реализацию. Не секрет, сегодня Россия самая курящая страна в мире. Мы об этом часто говорим. 44 миллиона наших граждан зависят от ежедневной дозы никоти. Курить теперь нельзя будет на работе, в кафешках, ресторанах, на вокзалах, в аэропортах и других общественных местах. Депутаты Госдумы по этому случаю торжественно закрыли свою курилку. Но не тут-то было. Курильщики Рьяна начали протестовать. А Михаил Боярский даже признался, что возглавит движение за права курильщиков. Николай Полозов. Адвокат. Михаил Боярский стал лидером движения за права тысячи чертей. Николай Троицкий. Блогер. С курением в так называемых общественных местах не сделают ничего. И не надейтесь, не в той стране живете. Впрочем, на новость о движении за права курильщиков откликнулись не менее запальчиво. Кирилл 20 тысяч. Интернет-пользователь. Права курильщиков детей они тоже будут отстаивать? А право некурящих давать в морду табаконаркоманам за вонь в подъездах, тамбурах электричек. И негативный пример детям, которые смотрят на неумных дядь, теть и тоже хотят курить, как взрослые, будет прописано в требованиях. Популярный американский телеведущий Ларри Кинг запускает новое шоу. И где бы вы думали? На российском канале. Называться программа будет «Ларри Кинг Нау» и касаться острых политических тем, а транслировать ее будут на канале «Раша Тодей». Ларри Кинг Нау, прямо здесь, на РТ. Вопросы больше. Маргарита Симонян, главный редактор телеканала «Раша Тодей». Это из разряда могла ли я, босоногая девчонка, 20 лет назад предположить? В общем, у нас теперь работает Ларри Кинг. Около этой новости разразилась дискуссия. Оппозиционеры неистовствуют. Мол, как независимый американский журналист мог пойти на сговор с российской государственной телекомпанией? Роман Доброхотов. Блогер. Это прям как Роберто Карлос в Анже. И с тем же результатом, думаю. Сам Ларри Кинг опроверг, что будет принят в штат российского канала. Но главный редактор «Раша Тодей» Маргарита Симонян в своем фейсбуке проясняет ситуацию. Конечно, мы не нанимали Ларри Кинга в штат, не оформляли ему квоту, не получали на него разрешение на работу и не являемся его налоговым агентом. Мы подписали договор, согласно которому Ларри Кинг у нас в студии будет вести телепрограмму. Зарождение бури, искры водопада, взмах крыла неведомой птицы. Фотографам журнала National Geographic удается поймать в свои объективы камер удивительные моменты природы. И этим они с удовольствием делятся со всеми. В рубрике «Поп-фото» лучшие фотографии Майя, самого популярного журнала о природе. Природа, дикие животные, очаровательные места и незнакомые люди со своей историей. Все это каждый месяц можно увидеть на страницах National Geographic. В мае в журнале сделали подборку лучших снимков. Благодаря им можно отправиться в путешествие по свету от Антарктиды до ЮАР. Мосты и каналы Венеции на рассвете фотографа Вильмонта Дэвида. Отражение горы Эригал в чистой воде Дерека Смита. Одинокий пингвин Макса Сигала. И другие захватывающие кадры. Что ж, это была программа «Болгосфера сегодня». Меня зовут Николай Никулин. Увидимся с вами через неделю. Пока. Субтитры подогнал «Симон»